С приходом Ирины в Троицкой больнице появился инфекционист. Гельминтозы, гепатиты, ВИЧ. Врач работает с третью населения района. Вернулась сюда как целевик и земский доктор. Купили дом, смогли. Небольшой ремонт уже начали производить. То есть на данные средства полтора миллиона. Пять лет отработки ее не пугают, как и Наталью. Она здесь по программе «Сельский фельдшер». Бабушка работала вот на этой же скорой. За сутки по 30 вызовов. Некоторые адреса за 60 километров. Для больных ковидом полные баллоны с кислородом. Тяжелых пациентов хрупкий фельдшер везет в больницу или госпиталь. Все интересно и экстремально, признается девушка. Даже дорожные приключения. В некоторые деревни вообще непроходимые. Очень плохие дороги. И за счет этого снижается время. Было так, что даже на тракторе тащили машину. Прицепляли и висли. Тройская районная больница – один из удачных примеров омоложения штата. За два года сюда пришли пять врачей и восемь медсестер и фельдшеров. Здесь работают госпрограммы. ЦРБ сотрудничает с медколледжами. Большой нюанс – близость от Барнаула не скрывает главврач. Но еще и помощь больнице с самого начала. Мы берем на себя до получения вхождения в программу, будь то земский доктор или сельский фельдшер, Троицкая ЦРБ берет на себя аренду жилья. Поливитамина курсами пьете, мы сдадим анализы, сделаем рентген-контроль. Я просто позвонила проконсультироваться. Говорю, так и так. А она мне говорит, у вас так одышка, я слышу. Она меня в больницу отправляла, в Алтай, в госпиталь. Я прям ей благодарна, что она меня отправила. Думаю, я не справилась. Такого контраста, чем отличается поликлиника городская и чем отличается поликлиника наша, я не вижу. Я очень рада, что оказалась в таком коллективе. Помогают абсолютно все. Моя бессмерная медсестра, я не знаю, что бы я без нее делала. Кстати, вопрос среднего звена медработников острый для всего края. И хотя Троицк обеспечен персоналом на 85%, в перспективе скоро начнутся проблемы. Если врачи на сегодняшний день из 39 работающих в Троицком районе, младше 40 лет 29, то по среднему медицинскому персоналу достаточно высокий процент людей старших возрастных групп предпенсионного и пенсионного возраста. Причина тому, по словам главврача, демографическая. В 90-е нулевые был провал по набору студентов-медиков. Сейчас с приходом молодежи ситуация улучшается. Плюс ЦРБ собирается вести профориентацию в школах. Медицина, уверяет Фадин, все еще в моде. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.